Всем привет! На связи Алексей Благих. Продолжаем уроки по ТРИС. Сегодня урок посвящен следующему парадоксу. Чем хуже, тем лучше. Его также разработал Сергей Фаер. Благодаря этому парадоксу можно, именно этой формулировке, можно генерировать большое количество парадоксов, делать это быстро и при этом с большой эффективностью. Это является таким, неким упрощением предыдущего урока, но, соответственно, как мы знаем, в ТРИС все идет в сторону идеальности, поэтому чем проще, тем лучше. Ну, в данном случае формулируется как парадокс. Чем хуже, тем лучше. Поехали! Вообще, как работают парадоксы? Как они наше мышление двигают? Первое, что происходит, когда все идут привычной дорогой, куда-то в одну сторону направились, парадоксы направляют нас совершенно другой дорогой, куда никто не пошел непонятно, не знали, трудно и так далее. То есть парадокс, он на той парадокс, он ведет нас как раз туда, куда никто не движется. Тем самым он меняет наше направление мышления, как мы мыслим, куда мы мыслим. Если мы идем по шаблонам, по которым наше мышление привыкло работать, если мы движемся, куда идут все, куда нам говорят, это одно. А парадоксы как раз направляют наше мышление совершенно в другую сторону, другой дорогой, где предстоит еще найти классные сильные решения, но, тем не менее, мы уже движемся в ту сторону. И когда мы начинаем туда двигаться, мы начинаем видеть новые возможности. У нас раздвигаются наши границы воображения, мы начинаем видеть какие-то моменты, которые мы просто не замечали из-за того, что шли вот в рамках, в тех границах, в которых мы привыкли думать. Когда мы, соответственно, задействуем парадоксы, мы начинаем думать гораздо шире. И к чему это приводит? Когда мы начинаем идти какой-то другой дорогой, то в первую очередь мы там встречаем гораздо меньше конкуренции, гораздо меньше людей, потому что сложность выше, парадокс пугает многих, туда они не идут, но, соответственно, кто идет, они получают все. И там, вот в этой области как раз мышление парадоксальное, чаще всего и лежат те самые креативные решения, за которыми охотятся сейчас все повсеместно, потому что обычно они дают самые большие выгоды, самые большие плюшки. Соответственно, есть такой прием в ТРИС, называется обратить вред в пользу. Оттуда как раз и пошел парадокс, чем хуже, тем лучше. Это универсальный прием, их в ТРИС в целом много, о них я буду рассказывать чуть позже по урокам. Но главная суть этого, обратить вред в пользу, это то, что вредит в данный момент нам, оно начинает нам приносить как раз пользу, улучшать нашу систему. Тем самым у нас повышается идеальность системы. Как вы помните, формула в числителе пользы, соответственно, в знаменателе вред. И когда у нас польза повышается, когда у нас вред уменьшается, соответственно, польза увеличивается, то идеальность системы растет. Этот прием соответствует идеальности. На примере с Фордом, он был гениальным изобретателем и решал очень много креативных задач во время своего производства. Одно из них, он водил экскурсии на свои фабрики, на свои заводы. И возникла проблема, что рабочие начали отвлекаться на тех, кто пришел на них посмотреть, на зевак. И стали жаловаться, что им это мешает. Но Форду, вот здесь возникло противоречие. Что непосредственно экскурсии должны быть, потому что это повышает привлекательность машин, повышает привлекательность завода, как рабочего места. И не должно быть, потому что иначе рабочие отвлекаются и снижается производительность. Что в этом случае делать? Форд как раз пошел тем самым парадоксальным путем. Он обратил вред в пользу. Он сделал так, что он увеличил количество экскурсий, он довел до предела, можно сказать, вот этого вот вред. И тем самым рабочие научились не замечать этих зевак и перестал возникать эта проблема вообще. То есть он просто ускорил этот процесс. Чуть позже я еще расскажу, каким образом можно использовать этот прием, каким образом мог Форд его использовать. И скорее всего использовал. Просто об этом мало пишут. Едем дальше. Три шага, по которым формируется данный парадокс. Чем хуже, тем лучше. Мы сначала перечисляем негатив. Это всякие сборы, потери, затраты, простое и все-все-все, что плохое происходит. И дальше мы определяем, а что ухудшается при усилении этого негатива. То есть мы прямо пробуем обострить, у нас чаще стало все сбоить, или у нас затраты резко выросли. И что в этот момент ухудшается. И соединяем это по формуле, чем хуже, тем лучше. На примере с сайтом. Допустим, нас волнует посещаемость. И у нас, это вот негатив, у нас начала падать посещаемость сайта. На что это может повлиять? Допустим, это интернет-магазин. Это влияет на прибыль. Чем меньше посещаемость, тем ниже прибыль. Зависимость такая. Но мы помним, что есть парадокс. Чем хуже, тем лучше. И мы формулируем. Чем ниже у нас посещаемость сайта, тем выше, тем гораздо выше у нас прибыль. Когда мы задумываемся в такой формулировке, у нас сразу же мышление направляется не на то, а давайте больше рекламы купим и так далее. А мы начинаем задумываться над тем, а что мы можем поменять в самом сайте. В продукте. И вот эти парадоксы уже начинают выводить нас совершенно на другую дорогу. Там, где действительно лежат сильные решения, а не банальные, к которым мы привыкли уже. И которые часто используют, то есть повсеместно используют все, где конкуренция максимальная. И главная ошибка, которая возникает, это из-за инерции нашего мышления. Потому что нам крайне сложно вначале формулировать парадокс. Потому что как это? Чем хуже, тем лучше. И начинается путаница. Начинает делать так. Чем лучше, тем хуже. Но это ничего не дает для размышления. Чем у нас выше посещаемость, тем хуже у нас прибыль. И что? Ну то есть какой вопрос-то возникает в этот момент? Не ясно. Поэтому наше мышление в данном случае никуда не выходит, ни на какую дорогу. А скорее даже вызывает такое затруднение. А что с этим делать? Двигаться дальше не надо. Поэтому не совершайте эту ошибку, не поддавайтесь инерции мышления. Парадокс звучит так. Чем хуже, тем лучше. И откуда вообще берется страх перед парадоксами? Откуда он у нас появился? Из-за того, что когда формируется парадокс или противоречие, у нас мозгу требуется больше энергии, больше сил, чтобы его решать. А эволюционно у нас заложена иначе. Максимально автоматизировать наши процессы. Все построить по шаблонам. И, соответственно, тогда мозг тратит гораздо меньше энергии. Но мы же понимаем, что если мы всегда будем делать все одинаково, одно и то же, мы никогда не будем развиваться. У нас не будет появляться ничего нового. У нас не будут появляться новые нейронные связи, которые необходимы для развития нашего мышления, для развития нашего мозга. И что важно, когда мы начинаем тренироваться, да, вначале идет перерасход энергии. Но когда мы уже простроили эти пути в голове, когда наш мозг перестает сопротивляться парадоксам, а уже принимает их, и фактически по ним начинает строить уже шаблоны в своей голове, то перерасход исчезает. И еще важный момент, который позволяет преодолеть страхи перед парадоксами, это знание того, что любая задача решаема. Все решаемо. Нет нерешаемых задач. Помните, это постулат ТРИС. Единственное, что важно, это важен опыт, чтобы вы постоянно практиковались, решали задачи в клубе, которые даю по парадоксам. Да, это может занимать какое-то время, может даже казаться, зачем мне это надо, но попробуйте хотя бы один раз порешать эту задачу, добавить, выделить 5-10 минут своего времени, и вы почувствуете, каким образом меняется мышление, и оно, соответственно, развивается. Развитие мышления начинает вести вас вверх по карьерной лестнице, к примеру, если вы хотите стать топ-менеджером, или руководителем, собственником, неизбежно необходимо развивать свое мышление. Как решать парадоксы? Здесь есть инструмент ключевой, о котором мы говорили, это мозговой штурм по ИКР, по нему есть записанный урок в клубе. Как мы можем вообще генерировать парадоксы? Можно генерировать, сидеть одному, это не так сложно, но решать их рекомендуется группой, потому что знаний гораздо больше, можно найти гораздо больше решений, то есть идей для решения, нежели если делать это одному, на базе только своих знаний. На примерах, вот, который был с примером Генри Форда, чем больше экскурсий, обостряем, доводим, 24 часа в сутки, тем больше производится машин. Как сделать так, что увеличив количество экскурсий, производительность завода начинает расти. Когда формулируется вот таким образом по ИКР задача, мы понимаем, что, допустим, к примеру, среди тех, кто пришел на экскурсию, могут быть очень талантливые люди. Если сделать среди них какой-то лотерея, вознаграждение, чтобы они, если они что-то заметят в работе, допустим, завода, и предложат улучшение, и это действительно будет так, то они получают это вознаграждение. Таким образом, экскурсии начинают приносить пользу производству. Либо, допустим, кто-то может увидеть машину, внести предоплату, забронировать ее. Когда рабочий видит, что вот то, что он производит, это покупает прямо сейчас, мотивация растет. Это одни из примеров, которые приходят. Или, например, с сайтом. Чем меньше трафик, тем больше у нас прибыль. Мы, к примеру, начинаем думать так, надо поработать с конверсией, а может, надо доработать продукт внутри сайта, а может, просто поднять цену в два раза. Я неоднократно так на некоторых проектах делал, и это действительно работает. Потому что, если наша задача прибыль, в данном случае, то мы все-таки стремимся к этому. И такие парадоксы, разрешение их через мозговой штурм, через идеи, как мы, допустим, как там ИКР задействуется, как сам посетитель, то есть, чем меньше посетителей, тем больше они нам сами приносят прибыль. Помним, что ИКР очень важно вот этот прием сам использовать. Их элемент сам устраняет проблему. И когда наше мышление легко начинает идти по этим тропинкам, то мы находим мощные, классные, сильные решения. При этом простые, как все в ТРИС. Как нам парадоксы помогают ставить задачи? Есть такое мнение, что ТРИС решает только уже какие-то готовые задачи. На самом деле, вот этот метод парадоксов позволяет нам еще и сгенерировать большое количество задач, которые будут крутиться вокруг одного большого, вот этого сильного решения. Представьте, что это вот оно в центре, а где-то вокруг него мы генерируем через идеи, через задачи, большое количество указателей на него. И когда мы находим самую простую задачу для решения, которая требует минимум ресурсов, а на любом случае выводит на сторону сильного решения. Когда мы находим много таких задач, то нам гораздо легче прям выйти, вот мы решили там 2-3 задачи, и все они вели в одну сторону, в одну точку. Соответственно, мы получили это сильное решение. Таким образом, задачи через парадоксы очень хорошо генерируются, и при этом они часто креативные, те самые, которые очень-очень любят, креативщики, но не всегда понимают, как вообще на самом деле генерировать. Вот благодаря методу парадоксов можно делать это в большом количестве. И почему важно быть первым и первым решать парадоксы? Потому что вот вы нашли его парадокс, понимаете, что никто его еще до вас не решил, и вы находите решение, и оно сильное, оно помогает вам вырваться вперед, дает вам конкурентное преимущество. И когда ваши конкуренты только узнают о том, что вы вот сделали это, наконец-то, то есть они такие, а как он это сделал? А вы уже это внедрили, вы уже получаете сливки с этого, и получаете удовольствие, чтобы вы это сделали. Это очень важно, потому что когда ты первый что-то реализовал, когда ты первый открыватель, такой невероятный выброс удовольствия идет, эндофамина, и это закрепляется, и мы хотим дальше и дальше генерировать парадоксы, и решать их. Таким образом, развитие становится неизбежным. Задача. Как всегда мы практикуемся в клубе, поэтому прошу вас, как можно активнее делать это, решать задачи. Здесь надо написать всего три парадокса в комментарии, по формуле. Чем хуже, тем лучше. Вы можете взять из своей практики, из работы, где вы занимаетесь, и когда вы сгенерируете эти парадоксы, попробуйте, если вот они еще вокруг одной задачи, попробуйте написать также в комментариях две-три идеи, которые пришли к вам благодаря этим парадоксам. Как вообще вы после этого можете решить? Возможно, у вас там посетит какая-то гениальная идея, и вы не захотите прям с ней поделиться, потому что она конкурентная преимущество. Просто опишите тогда свои эмоции. Спасибо. На сегодня урок про парадоксы закончен. Дальше я буду рассказывать про важные такие темы, как система над системой под системой, и среда, в которой это все находится. С вами был Алексей Благих. Завершаем урок по ТРИС. Спасибо, что вы развиваете, прокачиваете свое мышление. До новых встреч!